МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире с новым выпуском тележурнал «Чего хотят женщины». 15 февраля по народному календарю «Сретенье». Говорят, зима с весной встретились. А с 16-го русскую зиму провожаем, празднуем Масленицу. Старинные обычаи и традиции масленичных гуляний – то, что нужно, чтобы встряхнуться, взбодриться, получить заряд оптимизма и энергии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мало что способно объединять людей так, как традиционное русское чайпитие за красиво накрытым столом. Самовар во все времена считался символом гостеприимства, радушия, добра. И ни одно торжество не обходилось без участия пузатого чайного генерала. Особенно масленичные гуляния. Самовар наравне с блинами и баранками был неотъемлемым атрибутом праздника проводов зимы. Самовары керосиновые, угольные, электрические. Самовары с большим объемом – дорожные, трактирные. И с маленьким – эгоист на один стакан, тет-а-тет на два. Последними пользовались дома холостяки, а чиновники брали с собой на службу. Сегодня самовар редко увидишь в современном интерьере, но все же это и не музейный экспонат. Самовар жив и до сих пор радует многих своих ценителей. Познакомить родных, близких, друзей и знакомых с историей самовара, его видами, разновидностями и возможностями, а также с русской культурой чайпития, решили ученики одной из нижегородских школ, подготовив специальную выставку, яркую, нарядную, праздничную с одной стороны и информационно насыщенную с другой. В подготовке выставки, сбору материала участвовали все. Это у нас и педагоги, и сотрудники школы, и родители. Из своих коллекций семейных принесли как и электрические самовары, так и угольные, и сувенирные самовары. Этот самовар принадлежал моему прапрадедушке Гусеву Ивану Васильевичу, 1881 года рождения. Мы очень ценим этот самовар. На нем сохранены медали, которые он получил. Изготовлен он был тульскими мастерами Ленчиковым и Зиминым. Мы надеемся, что этот самовар, который сохранили мы, и сохранят наши потомки. Чего тут только нет. 30-литровые гиганты контрастируют с миниатюрами. Расписные экземпляры соревнуются в мастерстве художников. Нежная и гармоничная кжель не пасует перед яркой напористой хохломой. Раритетные антикварные угольные самовары прекрасно смотрятся рядом с электрическими. Стоят толстячки, под бочей не в шибачки. Шипят и кипят, всем пить чай велят. Ах, чай, 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 ароматный чай. Ах, чай, 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 сладким чаем угощай. Масленица щедра на угощение. Блины, закуски, пироги, разнообразная запеченная рыба. В народе говорили, есть в это время надо столько раз, сколько собака махнет хвостом. И чревоугодничать не только дома с семьей, а ходить в гости и приглашать гостей к себе. Считалось, если Масленицу провести скучно и бедно, весь следующий год будет таким же, и весна может задержаться в пути. Такого, конечно, не допустим. Все мы отдыхаем по-разному, но мало найдется противников, пикников и барбекю на природе. Герои нашего выпуска – семья Мартаковых и вовсе энтузиасты. Обожают выезжать за город. А когда из квартиры перебрались в собственный дом, то специально оборудовали рядом место для посиделок на свежем воздухе. Сегодня нас на улицу вывело солнце. Смотрите, какое солнце. У нас всегда беседка нас ждет, и летом, и зимой. И если уж не очень сильный мороз, мы всегда здесь. Всегда какие-то празднички, перекусы. Тут было мало снега, даже какие-то эстафеты проводили. Всегда проводим очень весело. Скучно не бывает. Да, пора мыслить, чувствовать и отдыхать по-весеннему. И хотя пока в беседке с комфортом не устроишься, приготовить что-то можно на открытом огне, а наслаждаться кушаньями дома в тепле. Ну а если угли, мангал и решетка – свои кулинарные таланты демонстрирует Сергей, глава семьи? Супруга Ольга в основном вдохновляет. Да, наверное, ближе рыбалка, охота. Все время это воздух, все время это огонь, дрова. Наверное, мужчине больше нравится готовить у костра. У костра главенствует он. Я работаю больше у плиты дома. И мне приятно созерцать, смотреть на него за этой работой. Пожалуй, я больше стою ручки в брючке. И только если помогаю. Готовить мужчина, наверное, и должен уметь. Это однозначно. Чтобы не умереть, если у него нет женщины. Это уж точно. А потом, не знаю, наверное, от характера, мне нравится готовить. Я люблю очень вкусно покушать. И поэтому приготовить что-то вкусное всегда очень приятно. Все у Сергея получается потрясающе вкусно. Всегда в восторге и Ольга, и дочка Вера, и гости. Тут особых секретов нет, говорит Сергей. Не знаю, я сам реализовываюсь, может быть, здесь. Думаешь, что-то придумываешь как-то, воплощаешь. Но есть еще один важный момент. Сергей и Ольга любят готовить вместе. Не подожжи одно блюдо. Нужно и другие закуски приготовить, и стол накрыть, и гостей разместить. Проводить время всей семьей на кухне, утверждают наши кулинары, это здорово и интересно. Каждый в нашей семье просто выбирает свою область на кухне, область приготовления определенных блюд. Рыбные блюда – это исключительно прерогатива мужа. Часто и мясо в том числе, и курица идет. Мое более простые салаты, закуски, первые гарниры. Сладкие блюда. Хотя по сладким блюдам у нас больше специалист-дочка. Конечно, иногда бывает тесновато, когда готовим вдвоем. Но стараемся, как и в жизни, ужиться и поделить зонами своего владения. Есть здесь такое, что немножко мешаешься, потому что любимый нож один. И поэтому приходится немножечко приноравливаться. И мешаешься, конечно. Все-таки кран один, нож один, плита одна. Но ничего, находим место. Хотя кухня большая, хотя бы мы здесь можем развернуться. Поэтому мы вдвоем. Даже если муж не кулинар, пусть все равно это искусство. И хотя бы иногда он может поучаствовать в совместном проекте на домашней кухне и попробовать все равно, что приготовить. Хоть и яичницу. Потому что совместное приготовление, мне кажется, очень сближает. И можно наладить этим отношения. Чуть-чуть, если они затуманились. Ты мне, я тебе. Возможно, мы кого-то убедили в пользе совместного кулинарного творчества. Остается только выбрать, что будем готовить. Ну, сегодня в нашем меню будет карп. Рыба такая не очень сложная, простая. Вот. Я ее замариную и приготовлю ее на углях, как будет печеный карп. Такой маринованный, довольно-таки очень интересный и вкусный блюдо. Живой огонь. Есть такое у него свойство. Он немножко выжигает жир. Потом дым придает вот этот пикантный вкус. Именно, наверное, и дрова, и дым. Больше, чем духовка. Вот, наверное, этим он и отличается. Помогать сегодня будет нам со вторым блюдом моя вторая половина, которая тоже приготовит нам какую-то вкуснотищу. Мое блюдо несколько попроще. Это шампиньоны с креветками. Мы пришли к этому блюду достаточно просто. Наша семья любит и грибы, и рыбу. Но ребенок у нас рыбу не ест. Пришлось ее заменить креветками. Что ж, уважаемые телезрители, готовим. Сначала карпы. Для мангала лучше взять среднего размера. У крупных придется надрезать спинку. Изнутри и снаружи посыпаем и натираем большим количеством соли и смесью специй для гриля. Сергей считает идеальным дачный гриль от авокадо-пикник. А затем сбрызгиваем винным уксусом или лимонным соком и даем постоять. Чем дольше, тем ярче будет аромат маринада у готовых карпов. А затем на решетку их и 10-20 минут со всех сторон обжариваем. Излишки соли и не всеми любимый привкус речной рыбы уйдут вместе с лишним жиром. Карпы получаются нежные, сочные, с дымком и хрустящей пряной корочкой. Ну а шампиньоны Ольга готовит так. У грибов лучше среднего размера вырезают ножки. Шляпки укладывают в форму с антипригарным покрытием без масла, а ножки измельчают в комбайне. Также в комбайне измельчается лук. Грибы с луком посолив, обжариваем в масле на сковороде до золотистого цвета лука минут десять. И этим фаршем начиняем плотненько шляпки грибов. Сверху на каждый гриб выкладываем несколько креветок, а затем шапочку тертого сыра, ее тоже нужно слегка примять. И запекаем грибочки в духовке примерно 30 минут при температуре 200 градусов. Потрясающе вкусно! Угощение действительно удалось на славу. Насладились вкусностями, порадовались солнышку, подышали свежим воздухом. Всем нашим зрителям желаем приятных выходных! Масленица разгульная, масленица веселая. Прощаясь с зимой, как не поучаствовать во всех развлечениях, что дарит нам это время года? Санки, лыжи, коньки, игра в снежки, народные гуляния в парках и на площадях. Легко заразиться отличным антидиванным настроением. Не будем сидеть дома и постараемся получить максимум положительных эмоций и впечатлений. Многие из нас обожают животных, холят и левеют своих домашних любимцев, посещают зоопарки, с умилением рассматривают забавные картинки и фотки в интернете. И кто, как не животные, способны удивить нас своими талантами в цирке, вызвать неподдельную радость и восторг как у юных, так и у взрослых зрителей? Я считаю, что в России, особенно в России, был цирк к животным, но он есть и будет всегда, потому что цирк без животных, он не актуален. Это не цирк, потому что все-таки основной жанр вообще в советском цирке был адресуром. Все ходили на животных. Животные, воздушные гимнасты, клоуны – это были какие-то основные такие жанры, которые больше всех и до сегодняшнего дня нравятся зрителям, и они именно на это и ходят. Сегодня четвероногие пернатые цирковые артисты показывают нам не просто номера, а настоящий, прекрасно отработанный динамичный спектакль с единым сюжетом и драматургией. Спектакль этот соединяет высший пилотаж циркового искусства, зажигательность эстрады и мюзикла с театральной глубиной, впечатляет нас и светом, и невероятными декорациями. И дрессировщик не просто демонстрирует свое мастерство, является актером. Люди и животные выступают на равных, как партнеры. Постоянно, что новое происходит. И животные и болеют, так же такие люди, и настроение у них меняется, так же у людей, и темп меняется, работа, потому что это животные, это люди, только которые не умеют говорить. Кого только не увидишь на арене. Благородные лошади, гордоливые павлины, размеренные верблюды, забавные попугаи, лемуры и гиббоны, экзотические зебры, ламы, суровые медведи, неуклюжие дикобразы, собаки разных пород, и, конечно, бесстрашные хищники. Случается так, что в одном номере работают вместе звери, никогда не контактирующие в живой природе. Кто-то действительно считает, что выступления животных лучшие цирковые номера, ради которых стоит посещать представления. Но, безусловно, мы наслаждаемся всем, что дарит нам цирк. А это фантастическое смешение жанров и стилей. Не только филигранная дрессура, но и роскошный шоу-балет, джигитовка, сложнейшие акробатические трюки, невероятная воздушная эквилибристика. Я вас приглашаю на мое новое шоу с 14 февраля, шоу «Баронеты» здесь, в Нижегородском цирке. Не пропустите цирковое шоу нового формата. Грандиозная программа королевского цирка Гея Радзе «Баронеты». Билеты в кассах Нижегородского цирка. Что ж, дорогие друзья, пусть Масленичная неделя принесет много приятных событий и встреч. Надо успеть собраться с друзьями, навестить родственников. Значит, прихорашиваемся, присматриваем нашим близким презенты. Да и себя не забываем порадовать подарками модными, нужными и красивыми. Очки с диоптриями, корректирующие зрение, изначально считались медицинским приспособлением. Вот только недолго, буквально сразу родилась идея, что очки, или тогда еще даже ларнет, важный аксессуар индивидуального стиля. И сегодня в нашем распоряжении всевозможные контактные линзы, но многие отдают предпочтение очкам, ибо когда они хорошо подобраны, воспринимаются как украшение и неотъемлемый элемент имиджа. Классические оправы современной оптики побольше части из металла, легкие и прочные, они изящны, элегантны, подходят и дамам, и мужчинам. Актуален и пластик, пластмассовые оправы, рассчитанные на стекла любой толщины в коллекциях ведущих брендов. Разнообразный дизайн и яркие цвета, то, что делает их популярными среди самых разных людей. Стильное решение и для официально делового, и для неформального городского стиля. Пластиковая черная оправа средней толщины. А вот к так называемым модным советам, вроде в этом сезоне носим только бабочки или очки авиаторы, отнеситесь скептично. Каждый год у нас какая-то тенденция модной возникает. Модные журналы объявляют о том, что какая форма, какой цвет модный. Скажу прямо, к каждому подходит что-то свое. Вот так вот, чтобы сказать, это модно, и я буду это носить, часто, очень часто это выглядит просто нелепо. Да, очки в моде сами по себе, но качественные, это касается и линз, и материалов, и те, что нам идут. Все очень индивидуально. Считается, круглолицем идут узкие геометрические оправы прямоугольной формы. Квадратное лицо можно смягчить округлыми очками, а красоту личика в форме сердечка подчеркнет не слишком широкое светлое оправа и те же авиаторы. Но и это весьма приближенно. Выход один, примерка и еще раз примерка. Вас приглашает сеть салонов Мастер Оптика. Проспект Ленина 41, Проспект Ленина 70, все виды коррекции зрения, подбор очков и контактных линз, диагностика зрения, отличный выбор оправ, солнцезащитных очков и аксессуаров. Мастер Оптика. В холода без перчаток просто не обойтись, но каждая модница подтвердит, это не только надежная защита рук от ветра и мороза, но и стильный аксессуар, занимающий особое место в нашем гардеробе. Высокий длиной по локоть смотрится изысканно и идеальнее для шубки с укороченными рукавами. Украшенная декоративной строчкой тончайшая кожа ягненка, внутри отделка из смешанного с шерстью кашемира. Перед нами изделие категории люкс. Нравится пушистый натуральный мех, как насчет кролика, оригинальное решение меховые рукавички на кожаной основе. В них даже в самую суровую зиму будет комфортно. Элегантные кожаные или замшевые перчатки на подкладе из овчины или кролика отличный вариант для деловой леди, причем не обязательно классически черные, любого цвета, модного в этом сезоне, шоколадного, рыжего, красного, белого. Новые коллекции богаты оттенками и оригинальным декором. А приобрести перчатки европейского качества приглашают салоны кожаной перчатки на Белинского 49 и парад аксессуаров на Комарова 21. Огромный ассортимент порадует даже самых взыскательных ценительниц стиля, комфорта, качества и роскоши. Сегодня в тележурнале «Чего хотят женщины» мы говорим о масленичных традициях. Знаете ли вы, что в старину в конце масленичной недели устраивались ярмарки невест? Девицы на выданье показывались в лучших своих нарядах, демонстрируя все, что наткали, нашили и навышивали. А женихи и все вокруг оценивали, какие они рукодельницы. Среди наших современниц, конечно, не все мастерицы, но рукоделие по-прежнему одно из самых женственных и самых увлекательных занятий. Лоскуточек к лоскуточку, цвет к цвету, шовчик за шовчиком. Так кропотливо идет работа над изделием в технике петчворк. Так по-английски все чаще называют лоскутное шитье, наверное, потому, что петчворк как самостоятельный вид декоративного искусства наибольшее свое развитие получил в Англии еще в 18 веке. Сегодня петчворк актуален и популярен наряду с самыми разными видами рукоделия. И все же это уникальное явление в дизайне. Вещи имеют невероятную энергетику, они необыкновенны и притягательны для взгляда. Как может быть притягательна только мозаика, когда сотни разрозненных и незатейливых элементов превращаются в нечто целое, гармоничное, неповторимое. В этом мы еще раз убедились, побывав в гостях у Татьяны Рытовой, настоящего мастера в этом виде прикладного искусства. Увлеклась, когда родилась дочка. Очень хотелось ее наряжать. Сначала я просто шила какие-то вещички, потом начала их собирать из лоскутов, потому что очень необычно, красиво и дальше затянуло. Я увлеклась этим делом, уже перешла на какие-то интерьерные вещи, на сумки и поняла, что из лоскутов можно шить абсолютно все. Вот текстиль, вот эти тряпочки, они окружают нас в течение всей жизни. Это часть нашей жизни, поэтому к ним нужно относиться очень бережно и они дают нам какую-то энергию, дарят. То есть, вот используя их в своей жизни, мы можем и себя выразить через все это. Средство самовыражения, скорее всего. Рисовать лоскутками. И, конечно, приятно, что можно не только творить картины, но можно делать какие-то утилитарные вещи, там, покрывало, грелки, обувь, даже одежду. То есть, изначально, когда я только начала шить и обшивала дочку, это было какое-то детское одеялко, первое, собранное из отечественных ситчиков, которые после первой стирки все развалились. Тем не менее, с этим одеялом, вот ей уже 7 лет, она с ним не расстается, она с ним ездит везде, там, на дачу, куда-то в гости. Там, где нужно заночевать, она везет с собой это одеяло. Удивительно, но мы не препятствуем. Ну, ладно, там есть какой-то любимый уголок, за который она держится и только так может заснуть. Вот, ну, тоже вещь, которая несет в себе вот эту мамина любовь, да, то есть, ну, есть она, эта составляющая в лоскутном шитье. Одежда, опять же, то есть, начала я шить ей какие-то пальтишки. Сначала это была экономия, то есть, ну, зачем пойти покупать, когда вот есть ткань, есть там машинка и можно сшить. Потом я увлеклась и поняла, что вещи получаются такие, что люди оборачиваются на улице, там, подходят, щупают, спрашивают, вот, то есть, это еще, наверное, формирование вкуса у ребенка. Она вот, например, в прошлом году задала такой вопрос. Мама, вот почему некоторые люди подходят, рассматривают меня и говорят, какая красота, а некоторые проходят мимо. Я говорю, ну, видишь, люди разные, некоторые видят красоту, а некоторые неравнодушны. вот видишь, способ тоже отличить как-то людей. Чем дальше, тем больше, то есть, одежду я начала шить и на себя, и я себя комфортно чувствую в этой одежде, это какие-то натуральные материалы, я создаю свой образ, я могу себя чувствовать очень гармонично в нем. Я понимаю, что это вещь, которая создана только для меня. Это дополнение мое, как вот, я не знаю, панцирь у черепашки. И я уже не могу успокоиться, я думаю только об этом, я думаю, что вот, ну вот как же, вот, а если я возьму такую ткань? А вот если я возьму такую ткань, пришью вот так-то, и вот пока я не получу готовый результат, я не могу успокоиться. Ну, наверное, это уже какая-то своего рода болезнь. Вот. Творчество приносит радость, любое творчество приносит радость. Оно позволяет отвлечься от каких-то проблем, от болезней, от, не знаю, грустных мыслей, от плохой погоды, от дождя за окном. Это вот какая-то искра, которая внутри зажигается и помогает жить вот в радости. Лоскутки, утюг, швейная машинка, в принципе, каждая может, пусть не стать великой мастерицей, но хотя бы попробовать себя в этом виде шитья. Если есть желание, терпение, аккуратность, можно создать вещи исключительной красоты. Наше время в эфире подходит к концу, но впереди еще рубрика «Дачный сезон» для садоводов, огородников, дачников, владельцев земельных участков. А я прощаюсь с вами до встречи ровно через неделю и желаю всего самого доброго. Вот уже и середина февраля. Садоводам и огородникам пора задуматься о подготовке рассады. Специалисты советуют посадочный материал покупать в специализированных магазинах. Во-первых, потому что они строго следят за качеством работы с проверенными поставщиками, а во-вторых, можно получить квалифицированную консультацию агронома. И еще совет. При выборе семян не покупайте лишнего. Качественные семена дают хорошую всхожесть. Нет смысла запасаться большим, чем надо количеством. И рассчитывайте силы. Если хочется вырастить что-то новое, пробуем, но в меру. В конце февраля-начале марта высеваем на рассаду томаты, перцы, баклажаны, корневой сельдерей, лук-порей. Многие садовые цветы. При выборе томатов не стоит руководствоваться только внешним видом спелых плодов. Если планируется посадка в открытый грунт, отдаем предпочтение низкорослым сортам. Они неприхотливы. Мульчирование и полив – вот максимум усилий, которых они потребуют. Высокорослые тепличные варианты более урожайны, но и уход серьезнее. Посынкование, формировка куста, подвязка. Любителям небольших помидорок черри тоже стоит внимательнее отнестись к сортовым характеристикам. Здесь также есть виды для закрытого и открытого грунта. Перцы и баклажаны плохо переносят пакировку и пересадку, так что перед высеванием семена стоит прорастить и сажать уже в отдельную емкость. Отличный вариант для таких капризных культур – торфотаблетки. При высадке семян как раз большое количество питаний в грунте это не является необходимостью, потому что семена при прорастании должны в первую очередь сформировать хорошую корневую систему. Здесь очень важно поддерживать рыхлость именно грунта. И чтобы покупной грунт не всегда отвечает этим требованиям, и садоводу на помощь приходят такие разрыхляющие компоненты, как, например, всем известный вермикулит или агроперлит, а еще лучше использовать сейчас новомодный кокосовый торф, кокосовый брикет. Помимо того, что он достаточно недорог и экономит ваши денежки, сигнал брикетского получается от 7 до 9 литров первоклассного грунта. Он еще прекрасно удерживает влагу, прекрасно пропускает воздух, и как раз для высадки семян с небольшим добавлением обычной почвосмеси или биогумуса это практически идеальный вариант. А вот для пикировки рассады нужно подготовить грунт уже высокого питания. Здесь биогумус добавляется в любой торфогрунт, покупной, или, например, в кокосовый брикет, до 40% биогумуса добавляется. То есть здесь уже важно, чтобы рассаду получал полноценный забалансированный питание. Специализированные магазины Клуба природного земледелия «Сияние» на проспекте Ленина 58 и Большой Печорской 68 приглашают садоводов за покупками. Разнообразный посадочный материал, грунты, удобрения, инвентарь, специальная литература. Все, чтобы удачно начать дачный сезон. Редактор субтитров А.Семкин